Сегодня мы поговорим о четырехзондовом методе измерения сопротивления. Допустим, что мы хотим измерить сопротивление вот этого провода, который мы постоянно пользуемся в нашей работе. И некоторые могут подумать, что это сопротивление можно измерить вот этим амметром. Вставим провод в клеммы мультиметра и мы видим, что прибор показывает сопротивление в 0,3 Ом. Но только доверять этому результату нельзя, потому что мультиметр даже на своем наименьшем пределе в 200 Ом не предназначен для измерения столь малых сопротивлений. И здесь нам на помощь приходит четырехзондовый метод, который потому так и называется, что теперь к концам проводника, сопротивление которого мы собираемся определить, подводится не два, а четыре провода. Во-первых, это два провода, с помощью которых через проводник будет пропускаться электрический ток. Во-вторых, это два провода, с помощью которых будет измеряться разность напряжений между концами проводника, когда по нему потечет электрический ток. Пропустим через проводник ток в 1 А. И мы видим, что падение напряжения на проводнике составляет 36 мВ. Применяем закон Ома и находим сопротивление нашего провода. А теперь мы перейдем к более сложным вещам. И измерим четырехзондовым методом удельное сопротивление вот этой алюминиевой фольги. Для этого применяется колодка, в которой установлены четыре щупа на одной прямой на равных расстояниях друг от друга. Колодка прикладывается к фольге всеми четырьмя щупами на достаточном расстоянии от края. И через два крайних щупа пропускается электрический ток, а с двух средних снимается напряжение. Чтобы извлечь из этих данных удельное сопротивление алюминия, надо проделать некоторые выкладки. Чтобы произвести вычисления, будем считать, что фольга бесконечна, а четвертого контакта пока нет. Тогда ток И будет втекать через первый контакт и равномерно растекаться во все стороны. Найдем плотность тока Ж на расстоянии R от точки контакта. Для этого надо ток И поделить на длину окружности 2πr и еще на толщину фольги А. Плотность тока падает обратно пропорционально расстоянию от точки контакта. Теперь воспользуемся законом Ома, записав его в локальном виде. Плотность тока Ж равна электрическому полю Е, деленному на удельное сопротивление ρ. Тем самым электрическое поле Е есть и ρ делить на 2πrA. Зная зависимость электрического поля от радиуса, мы можем найти разность потенциалов между вторым и третьим щупами. Второй щуп находится на расстоянии s от точки контакта, а третий щуп на расстоянии 2s. Поэтому разность потенциалов есть интеграл от s до 2s Е от r dr. Это будет и ρ делить на 2πa интеграл от s до 2s dr делить на r. А этот интеграл равен логарифму натуральному 2. Так что мы получаем и ρ делить на a и все это надо умножить на численный коэффициент логарифм 2 делить на 2π. Но у нас есть и четвертый контакт, и мы можем воспользоваться принципом суперпозиции, считая, что через первый контакт ток И равномерно растекается во все стороны, а через четвертый контакт такой же ток И равномерно стекается со всех сторон. И эти распределения токов накладываются друг на друга, а создающие их потенциалы суммируются. Так что полное падение напряжения между вторым и третьим контактом будет в два раза больше. Уберем двойку из знаменателя. В эксперименте мы измеряем напряжение и ток. Толщина фольги нам известна, и теперь мы можем найти удельное сопротивление ρ. Оно будет равно ua делить на i умножить на π делить на логарифм 2. Подключим источник питания к внешним электродам, а датчик напряжения к внутренней паре электродов. Установим щупы на фольгу и будем менять ток, текущий через внешнюю пару щупов. Мы видим, что напряжение на внутренней паре щупов растет пропорционально току, как и должно быть в силу закона Ома. Когда ток через образец был равен 1 А, напряжение на внутренних щупах составляло 0,48 мВ. Вспоминаем формулу для удельного сопротивления и подставляем в нее наши данные. Толщина фольги составляет 14 микрон, и тем самым удельное сопротивление алюминия по нашим данным составляет 3 на 10 минус 8 Ом на метр, что отлично согласуется с табличными данными. А теперь я напомню вам, что при выводе нашей формулы мы использовали принцип суперпозиции, в соответствии с которым мы сначала рассмотрели ток, который втекает в фольгу и равномерно растекается во все стороны до бесконечности. А затем мы добавили к нему второй ток, который вытекает из фольги, точно так же равномерно собираясь со всех сторон. И я предлагаю вам решить с помощью метода суперпозиции задачу, которая на первый взгляд кажется невероятно сложной. Пусть нам дана бесконечная квадратная сетка из резисторов, сопротивление каждого из которых равно 1 кОм. Подключим амметр к одному из этих сопротивлений. Ясно, что он покажет меньше 1 кОм, потому что ток будет течь не только напрямую между этими двумя точками, но и по самым разнообразным путям обхода через все сопротивления этой сети. Но каковы будут его точные показания? Ваши ответы на этот вопрос пишите в комментариях к нашему видеоролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok